Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством, художников и скульпторов. Аршилл Горки. Настоящее имя Возданик Манук Адаяна. Иногда его просто называют Аршилл Горький. Родился 15 апреля 1904 года. Американский художник армянского происхождения, один из основателей абстрактного экспрессионизма, считается одним из влиятельных американских художников 20 века. Его картины выставлены во всех крупнейших галереях США, а также в лондонской галерее Тейт. Родился в армянской семье в селе Харко, близ города Ван. В 1915 году во время геноцида армян бежал вместе с матерью и тремя сестрами в российское Закавказье. После того, как мать в 1919 году умерла от голода в Ереване, Горький эмигрировал в 1920 году в США к отцу. Я цитирую Википедию. В поисках себя он меняет свои имена Аршилл Горький, намекая на любимого писателя Максима Горького. Посещал художественную школу штата Рот-Айленд в провинденсе. В 1922 году поступает в новую школу дизайна Бостона. Сначала рисует под влияние импрессионистов, позже постимпрессионистов. В это время он живет в Нью-Йорке. В это время Горький находился под влиянием Сезанна. А с 1928 года Пикассо. С 1941 года Горький работает в своем индивидуальном стиле, в котором сочетает абстрактные формы с текучей живописной манерой. В 1926-31 годах преподавал в художественной школе в Центральном художественном училище в Нью-Йорке. Уже в 1930-м работа участников группы, в которую входил Горький, были выставлены в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Первая персональная выставка Горький состоялась в галереи Меллана в Филадельфии в 1931 году. В 1930-е годы Горький тесно сотрудничает с Стюартом Дэвисом, Вильямом де Кунингом и Джолан Грэмом. В 1935-1939 год работал в качестве художника-монументалиста, участвовал в создании росписи для аэропорта Нью-Арк. В 1944 году познакомился с Андре Бретоном и другими известными сюрреалистами. В последние годы жизнь был полон трагических событий, сгорает мастерская, Горький вместе с его работами. У художника обнаруживается рак, он попадает в автокатастрофу и, сломав руку, решается возможность рисовать. Ну а жена покидает его, забрав с собой детей. 21 июля 1948 года, в возрасте 44 лет, Горький совершает самоубийство, повесившись. Похоронен на кладбище в городе Шерман. 10 ноября 2011 года изымянное полотно художника, написанное в 1941 году, было продано на аукционе Кристи за 902 тысячи долларов. Ну вот так вкратце о американском художнике, армянском происхождении, одним из основателей абстрактного экспрессионизма, Аршил Горький. Пока-пока, до свидания, смотрим его работы. Субтитры создавал DimaTorzok